Я всегда говорю, вот на финишной прямой стоят продавцы. Но с вами будут говорить их витрины. Вы сразу увидите, почувствуете атмосферу. Скоро 24-й год, все поставили планы продаж? Мне вот интересно. Январь не такой плохой, как мы все думаем, ребят. Когда ты платишь за какую-то услугу, ты должен чувствовать небольшое напряжение. Профессия продавца, она как-то обесценена. То есть как таковой профессии, как будто бы не существует. Как будто это такая перевалочная база. Но в день 100 миллиончиков. Но это мировой бренд. А сейчас это мыльник Азахстан. Расскажите, как вам удалось проделать такой путь за 13 лет? В 2010 году вы были продавцом магазина «Отжи» в семье. И сегодня, спустя 13 лет, у вас 30 магазинов в управлении. Ну, на самом деле, я очень люблю хороший сервис. Салтанат Ибраева, основательница компании «Ритейл Партнерс» и «Коллаб Мультибренд». Салтанат 13 лет в розничной торговле. Начинала продавцом «Отжи» в семье. Сегодня управляет одновременно 50 магазинами. Первое, что я люблю, чтобы было обслуживание нормальное. И когда я начала работать в магазине «Отжи» в семье, по тем временам это была прямо дикость. То есть, когда заходил покупатель, мы его приветствовали, говорили, добрый день, проходите. И нас в прямом смысле шугались. То есть, в 2010 году это была дикость, и нас шугались. А потом, спустя какое-то время, я увидела, что людям это понравилось. То есть, наши продажи стали расти, и в целом я получала колоссальное удовольствие от достигаторства такого, да, выполнения плана продаж. Для меня это было все новое, потому что я до этого работала в органах внутренних дел, а теперь я вдруг стала… Следователем. На минуточку. Потом я вдруг стала продавцом. Я обучалась всему. Одинэску я увидела впервые. Я в блокнот записывала каждый шаг, чтобы не забыть. Потом я увидела, что такое мерчендайзинг, то есть, это красивая развеска. Помимо продавца я стала брать больше на себя. И если говорить, благодаря чему, то в первую очередь, наверное, благодаря тому, что я всегда брала на себя больше, чем было в моем функционале. И вот, когда ты отдаешь больше, чем получаешь, мне кажется, это такой обмен с превышением, он всегда хорошо возвращается. Вот мы сейчас с вами находимся в большом торговом центре, и вот если зайти в любой магазин, ну, не факт, даже самый дорогой, не факт, что тебя встретят с улыбкой. Совсем не факт. Не факт, что тебя встретят доброжелательно, да. Иногда я это называю просто отпуск товара, да, то есть ты просто зашел, выбрал сам кофточку или там какой-нибудь жакетик, да, подошел на кассу, то есть продавец вообще не участвовал в этом процессе. Я сама, как в супермаркете, выбрала продукт и его пробила, да. И крайне редко, к сожалению, я вижу, видимо, вот вы какой-то прирожденный продавец. Хочется все-таки, чтобы покупатель ушел с какой-то радостью, без осадка. Он получил то, что он искал, ему подарили хорошее настроение, и он ушел в положительном тоне. И, соответственно, когда ты продаешь, когда ты даешь вот этот положительный заряд, он же как цепочка передается другим людям. Вот я всегда думаю, знаете, Солнат, зачем люди идут в продавцы, если они элементарно не умеют улыбаться, если они не любят людей, да, потому что мне кажется, что это все-таки изначально про любовь к людям. Согласна 100%, но у нас в большинстве случаев вообще профессия продавца, она как-то обесценена. То есть как таковой профессии как будто бы не существует. Как будто это такая перевалочная база. То есть чуть-чуть поработаю и уйду, как официант, да? Да, типа такого, там сейчас годик поработаю и уйду. На самом деле это совсем не так. Профессия продавца – это полноценная профессия. В Советском Союзе все, кто работал в торговле, это были всегда очень крутые люди. У меня дед был директором заготовительной конторы, который когда-то заканчивал какой-то пушно-меховой, по-моему, тогда техникум, и работал заготовителем, и тоже поднимался по карьерной лестнице в торговле. И я говорю, что это, наверное, какая-то наследственная история. У вас, в общем, в вашем ДНК, видимо, есть гена, который отвечает за торговлю. Да. Мы сейчас подошли к магазину «Шопоголик», я знаю, что он у вас в управлении. Да, мы работаем с этим брендом уже год, и задача наша, моей команды и меня – это управление сетью этих магазинов. То есть мы отвечаем за то, чтобы магазин был красивый, чтобы он был чистый, чтобы продавцы вовремя выходили, чтобы они выглядели так, как они выглядят, посмотрите, да? То есть вы на себя взяли всю операционку? Вся операционка в магазине, да, она на нас. Мы отвечаем за найм, обучение, за всю операционку, прием товара, проведение ревизии, за то, чтобы все KPI-показатели были в порядке. То есть это конверсия, это средний чек, это средний чек в штуках. Ну и, конечно, самый главный показатель – это выполнение плана продаж. Операционка, она все-таки съедает определенный пул времени, который я рекомендую собственникам потратить все-таки больше на развитие бренда. Да, на дизайн, на поиск нового товара, да? Да, я считаю, что владелец магазина должен быть счастливым, как на фотографии. Это, кстати, владелица магазина Наталья. То есть она открыла магазин «Шопоголик». Да. А у нее сеть, сколько у нее магазинов? Сейчас у нас магазины в Алмате, Лайфтаун, Москва, Аблайхана, онлайн-магазин отдельно и Астана. То есть сколько и того? Сейчас пять. Пять магазинов «Шопоголик» получается в Алматы, Астана и Москва, да? И это все где производится? У нас… Вообще у нас мультибренд. Есть собственный пошив в Казахстане, то есть это отдельная коллекция, она называется «Тали», очень шикарного качества. Каждая модель отрабатывается, просто каждая. У нас есть собственное производство в Турции, собственное производство в Гуанчжоу на фабриках. Так как я сама торгую уже 13 лет, я знаю, что вот так вот создать красивый магазин, вывесить красивые вещи, произвести их, купить ткань, пошить этот жакет, это все, конечно, классно, да? Я всегда говорю, вот на финишной прямой стоят продавцы, и по сути от них зависят вообще… Получу я деньги, да, свои потраченные. Вот это наш собственный жакет, специально лекало отрабатывалось, посмотрите. Очень симпатичный. Да, и внутри вот прям такой у нас подклад качественный. Ну вот как увеличить продажи? Как сделать так, чтобы вот все, что здесь сейчас вывешено, да, как сделать так, чтобы все, что мы произвели, владельцы магазина, конечно, я, например, там условно связала такую кофточку, я хочу, чтобы она уже на следующей неделе или желательно в тот же день была продана. People, product, place, price, помню? И если у тебя классный продукт, если у тебя правильный маркетинг, классные правильные люди и адекватная рыночная цена… Ну, мне эта кофточка понравилась. …то проблемы с реализацией не будет. Но если это все работает в системе. Вот самая частая ошибка предпринимателя, я думаю, это думать, что лучше тебя никто не сделает в твоем бизнесе и брать все на себя. И вот когда нет вот этого делегирования, получается, и команда такая, какие-то импотенты, да, то есть они не выдают того продукта, который могли бы выдавать, потому что сам владелец завязал им руки. И бизнес не двигается, не растет в том темпе, в котором мог бы расти. Поэтому, когда начинаешь работу, сразу видно, где пробел. Мы сразу подсвечиваем, как сейчас модно говорить, да, это слово. То есть мы сразу делаем аудит, итоги, где можно поработать, где можно улучшить, где все хорошо тоже обязательно подмечаем, потому что не так, что все плохо. Ну, как-то же этот бизнес дошел до вот этого уровня, чтобы прийти к нам уже, чтобы смочь купить эту услугу, да, нашу, которая на самом деле не дешевая. То есть это такой хороший, адекватный ценник, который, я всегда говорю, когда ты платишь за какую-то услугу, ты должен чувствовать небольшое напряжение. Потому что если это легко, деньги, с которыми ты легко расстался, то ты не почувствуешь ценности, ты не будешь сам дожимать, чтобы вытащить оттуда свое благо. Поэтому мы всегда говорим, где хорошо, где плохо, выстраиваем план работы. А где вот в основном плохо, чаще всего? Я думаю, что в большинстве случаев это именно HR-блог. Почему сейчас стало модно покупать обучение по HR, и мы знаем, есть очень именитые… HR-капитал. Вот у вас, да, было интервью. HR-капитал, который я практикую, их методики уже более 10 лет. То есть люди, основная проблема – это люди? Люди, управление людьми. Не в людях проблема, а в том, как ты ими управляешь. Поэтому если мы выявим правильно продуктивных людей, правильно выстроим организационную структуру, то есть скелет бизнеса, правильно, получается, вычертим кипяй каждой должности и объясним это людям, привяжем к этому их зарплату, все готово, можно работать. Сколько вам времени нужно, чтобы сделать вот этот чек-ап? Месяца достаточно? Десяти дней достаточно. Я знаю, что крупные концерны, такие как Zara, Mango, да, там, в день могут зарабатывать 100 миллионов тенге. Ну, у них есть же департаменты еще разные, то есть мужской, женский и детский. По сути, это три магазина в одном. Но в день 100 миллиончиков-то… Ну, это мировой бренд с мировым именем, куда просто невозможно не пойти. Это как место поломничества. Ну, я думаю, что этому же можно научиться. Конечно, конечно. И если поставить перед собой такую цель, можно же ее достичь. Самое главное, вот ключевой, Элинар, я согласна, сперва должна быть цель, потом стратегия достижения этой цели, а потом последовательные шаги. Вот мы сейчас подошли к магазину Чик, я тоже знаю, что этот магазин под вашим сейчас крылом, да, под вашим управлением. И тоже сеть магазинов, да? Тоже сеть магазинов. Здесь вообще очень классная история. Владелица магазина, Айхан, она когда-то пришла с запросом, она открыла в Алма-Ате. Причем я знаю, что она из Шимкента. Она из Шимкента. То есть она начала с региона. Она так и живет в Шимкенте. И не уезжала туда? Нет, не уезжала. И она пришла с тем, что в Алма-Ате открыли магазин, и нужно было поднять там продажу. Он был новый магазин, и нужно было как раз-таки его раскрутить. И в итоге мы раскрутили Алматинский. Тогда у нее было три филиала, а сейчас это уже шесть филиалов. В итоге мы открыли ей филиал в Атарау, в Караганде и в Астане. Вот перед этим магазином мы с вами. Давайте зайдем. У каждого бренда есть своя айдентика, свой ДНК. И вот Чик дает рынку нашему казахстанскому такие вещи модные, стильные, по доступной цене. И наша задача дать возможность каждой девушке выглядеть прекрасно на любой случай из жизни. То есть можно купить двойку свитшот и выйти на уикенд. Вот эта кофточка стоит 10 тысяч тенге. Прекрасно. 10 тысяч тенге. Слушайте, вот раньше мы, Солдат, в наше время, чтобы найти модную вещь, в Алмате шли на барахолку, мерзли в контейнерах. И еще, чтобы найти модную вещь, надо было 2-3 барахолки обойти, да? А здесь все самое модное. Здесь все самое модное, здесь шикарная отборка. То есть, вот, например, такая деталь гардероба. Я думаю, в Астане это как никогда актуально скоро станет. Да, да, да. Сколько стоит? Сейчас скажем, сколько стоит. How much? Вот здесь. Так, Куала называется бренд. 7 тысяч 990 тенге. Вот, кстати, 990 тенге. Это важно, да? Вот, например, писать не 8 тысяч, а 7999. Вы знаете, как бы это ни смешно звучало, это так и есть. Но это работает, да? Это работает. То есть, я даже от своей мамы часто слышу, она говорит, 7 тысяч доча. Я говорю, мам, почти 8. Да ладно. То есть, 990, на самом деле, это же не... Здесь, на самом деле, 10 тенге не хватает? Да, 8. А ощущение, что это 7 тысяч стоит, да? Так и работает. То есть, это психология, это нейромаркетинг, когда наш старый мозг видит первую цифру, и для него это уже цена. А как часто к вам обращаются люди, где вы видите, что они продают, ну, вообще, совершенно не тот товар, который сегодня необходим рынку, да? Ну, вот уже все это устарело, вчерашний день, люди платят аренду, продавцы, зарплатный фонд, да? Ну, вы понимаете, что то, что они продают, это никому не нужно. Если мы видим, например, устарелые модели, ну, либо... Вчерашний день. Вчерашний день, синтетика. Мебель, например. Или синтетика, да? Вы, кстати, по ритейлу только с одеждой? Нет, у нас есть ювелирка, аксессуары, обувь. Вот с мебелью у меня были на обучении, ребята. Ну, просто я пару раз ходила, знаете, к нам обращались за рекламой, но я вижу, что мебель, ну, уже вот просто такую не покупают. Вот когда это все зря, я всегда говорю, ребята, давайте, если у вас продукт устарел, давайте его как минимум по себестоимости сольем, как минимум. Вытащим оттуда какие-то деньги и закупим новую классную коллекцию, а потом уже будем делать хороший классный маркетинг. Потому что часто бывает такое заблуждение, что блогер плохой. Вот купили рекламу у блогера, а продукт, простите, ну, не очень будем так говорить, да? Соответственно, посмотрела аудитория, окей, любимый блогер, окей, рекомендовал. Но я не буду это носить, я не буду носить этот кардинансинтетик или не одену на ребенка такую, ну, там, старомодную вещь, да? Мы же хотим, чтобы наши детки красиво выглядели, модно. И потом мы говорим, ой, блогер плохой, не отработал, толку не было. Больше не будем, миллионы эти блогеры загибают, а толку от них нет. На самом деле это ошибка наша, это не блогер виноват, а изначально продукт был плохой. Поэтому об этом нужно открыто, прямо говорить и, если надо, сливать товар и заново закупать. Что такое товарная матрица? Вы сегодня говорили о том, что надо закуп делать по этой матрице. Товарная матрица – это документ, который определяет, сколько чего тебе нужно купить вот в новую коллекцию. К примеру, вы летите в Китай на закупку. Сейчас эти же открыли без визу в Китай. Я думаю, все владельцы магазинов счастливы, да? Правда, все так ждали. Китай был недосягаем, и все летали в Турцию. Помните вот такой период? Теперь все, врата открыты, и наши ринулись в Китай. И вот когда мы едем в Китай или в Стамбул, или мы делаем онлайн закуп, разницы нет. Мы инвестируем наши деньги в товар. Так вот, задача инвестировать эти деньги корректно так, чтобы они принесли тебе как можно больше прибыли. Получается, у меня есть 10 миллионов, к примеру, на закуп новой коллекции. Теперь вопрос, сколько я должна купить? К примеру, если это одежда, штанов, юбок, будут эти штаны, это брюки, карго, или это будут палаццо, в каком проценте, сколько штук, в какой глубине. Вот именно этот документ определяет. Мы сперва делим товар на группы, верха, низы, костюмная группа, плательная группа, аксессуары. Потом еще делим на подгруппы, то есть это такая матрешка. На подгруппы мы делим верха, это жакеты, это топы, это блузы, и это потом еще делится, то есть это такая матрешка. И когда владелец магазина едет на закуп, он точно понимает, мне нужно 5 видов рубашек, 4 вида юбки, 5 видов брюк, палаццо, к примеру, 45 видов футболок. Вот в мужских магазинах вообще сумасшедшее количество футболок всегда нужно закупать, вы знали об этом? И вот с таким настроем и с такой подготовкой ехать на закуп, это самое правильное, потому что вы не растеряетесь. Соблазн велик, когда попадаешь на оптовый рынок, ты видишь сумасшедшее количество магазинов, тебе все нравится, человек увлекся, например, и перезакупил брюк. А золотое правило, что минимум к одному верху два низа, вернее наоборот, к одному низу нужно покупать два минимума верха. Солдан, здесь такая красивая раскладка, да? Прям как в дорогих магазинах. Это задача мерчендайзинга, сделать так, чтобы покупатель купил не одну, а несколько вещей сразу. И даже если, предположим, какая-то вещь у меня есть, например, у меня есть шарф, и я думаю, о, почему бы не обновить шапку? И я понимаю, что это будет между собой сочетаться. И задача продавца и мерчендайзера соединить так, чтобы человек, недолго думая, сразу взял две вещи, которые на полке, да? Конечно. Мы все жертвы мерчендайзеров. На самом деле, да, и, кстати, вот про концерны, о которых вы говорили, да, о мировых брендах, это ведь их самый главный инструмент. Зайдите, пожалуйста, в любой из магазинов НДТЭКС, например, и к вам не подбежит продавец, и не скажет, здравствуйте, Динара, пойдемте, вы так давно к нам не заходили. Этого не будет. Но с вами будут говорить их витрины. Вы сразу увидите, почувствуете атмосферу. Если это Новый год, то вы сразу увидите юбку в пайетке, да, там, и увидите какие-то перья, и вы сразу проникнетесь этой атмосферой. А это за какой период нужно выставлять? То есть мы берем мировой маркетинговый календарь, и все мы помним, что есть Black Friday в ноябре, и вот после Black Friday уже начинается подготовка к новогодней коллекции. Таким же образом, например, в феврале уже должна висеть весенняя коллекция, несмотря на то, что февраль – это зимний месяц. То есть человек все время думает заранее, да? Да, человек может даже не купить заранее, он может увидеть, и далее, когда наступит вот эта вот необходимость, он просто вернется. Насколько вы увеличиваете продажи, когда приходите к ритейлеру, да, ну, условно, вот у него магазин там каждый месяц приносил ему там 5-6 миллионов тенге? Оборота. Оборот. Вы пришли, вот насколько оборот увеличивается? Очень классный вопрос на самом деле. Это зависит от потенциала. Вот как у людей есть потенциал? Ну, классные вещи, классный симпатичный магазинчик. В 2 раза можно увеличить, а то и в 3. Если правильно выстроить стратегию, то можно увеличить в 3 раза. А как высчитать потенциал? Вот понять вот, что вот этот магазин по-хорошему может приносить там 30 миллиончиков в месяц. Нужно анализировать трафик, где он стоит, локацию, квадратуру, спрос на этот продукт, средний чек, целевую аудиторию. И все это вкупе мы можем посчитать по формуле. Сейчас я вот вам тут не посчитаю, но можно посчитать по определенной формуле и сказать, вот потенциально этот магазин делает 30 миллиончиков. Может, а сейчас сделать 12. А теперь для того, чтобы сделать эти 30, нужно то-то, то-то, то-то. И вот план работ, сроки согласны, стартуем, поехали. Теперь практичный вопрос, как поставить план продаж для своих продавцов? Например, условно, я хочу в день зарабатывать там 3 миллиона тенге. Когда мы приходим к продавцу и говорим ему, дорогой мой продавец, сделай сегодня 3 миллиона тенге. Продавцу 19 лет, вот она сегодня впервые вышла к нам на работу. Она в жизни 3 миллионов тенге не видела. Ребята, не пугайте людей такими цифрами. Есть классное выражение, что слона можно съесть по кусочкам. Продавцу нужно этот план давать по кусочкам. То есть, объясните ему, смотри, мой хороший. 3 миллиона тенге, если у нас средний чек 100 тысяч, это сколько? 30 чеков. Если мы работаем 10 часов в сутки, ну вот в эту смену, то эти 30 чеков мы делим на 10 часов. И получается, что тебе в день нужно делать всего, в час вернее, нужно делать всего 3 чека. Реально? И он подумает и скажет, ну в принципе реально. И тогда ему понятно. Либо может прийти один классный клиент лояльный. И купить на миллион. И купить себе на миллион сразу. Вот таким образом нужно дробить, вот корректно ставить план, дробив его и объясняя, как он может его достичь. А еще круче показать на примере другого сотрудника. То есть, если у человека в голове 3 миллиона не укладывается, что он просто не видел эту цифру, не держал в руках эти деньги, он не может заработать? Психологически нет. Может быть какое-то везение случится, да, в исключительных случаях. Но в большинстве случаев... Но происходит это в основном степ-бей-степ, да? Конечно. Смотрите, приходит продавец. Если он без обучения, то есть если мы его не адаптировали правильно, он споткнется, разобьет нос. Обязательно будут какие-то разбитые колени, слезы, разочарования. Поэтому наша задача адаптировать сотрудника. А как его адаптировать? Нужно объяснить, что у нас за магазин, кому мы что продаем, какая наша миссия, да, какие-то ценности бренда объяснить. И я всегда говорю, наставничество, институт наставничества никто не отменял. Нужно всегда представлять молодого сотрудника, какому-то уже опытному, чтобы тот его немножко вот по-братски. Ты обучишь Мадину, Мадина, вот 30 чеков вот так вот сделаешь, да? То есть нужна конкретика. Да. А как сделать так, чтобы покупатель возвращался? Покупатель всегда возвращается, если мы ему даем чуть больше, чем он ожидал. Мне очень нравится, как делают бизнес китайцы и корейцы. Кто делал онлайн-покупки, наверняка, когда распаковывали свои посылки, видели, что когда ты покупаешь какой-то крем, ну, к примеру, там еще подарочек. Там какой-то пробник или еще там миниатюрка. И это же неожиданно. И ты этому пробнику или миниатюрке радуешься так, будто она стоит каких-то сумасшедших денег. На самом деле это один из примеров обмена с превышением. Когда ты даришь... То есть дай чуть больше, чем обещал. Да. Чуть больше, чем обещал или чуть лучше сервис, чем человек ожидал. И тогда покупатель с радостью вернется к тебе, потому что будет знать, что тебе можно доверять, что ты тот человек, который действительно дает больше, чем просто сделка. Я знаю, что большая боль многих казахстанских предпринимателей, владельцев магазинов, это недостача, это кражи, это проблема провести ревизию, да. Помните, я даже вас тоже спрашивала, как Зара каждый день делают ревизию, да. То есть это на самом деле такой больной вопрос, потому что у нас в Астане, я слышала, были большие недостачи в крупных магазинах. Большинство краж, это внутренние кражи. Вот практика показывает, что это не внешний человек. То есть это продавец украл? В большинстве случаев, к сожалению, да. Это не то, чтобы он, может, вещами украл, он, может быть, сделал какие-то левые сделки, будем так говорить, да. Для того, чтобы этого не было, нужно системно проводить ревизии, нужно заключать договора со всеми, официально оформлять сотрудников, не бояться платить налоги, потому что это наша безопасность. И мы понимаем, что если у меня с человеком не заключен договор, то что же я с него могу спросить, правда? И просто начать это делать, начать считать, начать спрашивать с персонала. И тогда первый месяц, возможно, все уволятся, второй месяц кто-то останется, а в третий месяц это уже станет нормой. Как вы учите проводить ревизию? На самом деле мы проводим ревизию ежемесячно очень легко в учетной системе. Есть определенный алгоритм, по которому мы обязательно... То есть через штрих-код, да? Да, мы пикаем через штрих-код. Но это всегда такая физическая работа? Да, вот в больших концернах, да, это у них специальная высокотехнологичная аппаратура. То есть они просто вот так пробегают по залу, да? И считывают вот эти штрих-кода, да, удаленно. Мы пока не можем себе позволить такое дорогое оборудование, поэтому мы сканируем через штрих-код. Но это тоже гораздо быстрее, потому что раньше в тетрадках ведь учет вели, помните, когда листали и говорили, ой, это продано, и это какой-то был, мне кажется, мучительный труд для всех. Сейчас просканировали, занесли в базу, выявили недостачу или излишки, проверили и провели уже. Что делать, если ты выявил раз недостачу, да, в этом месяце, в следующем месяце недостачу? Что делать с продавцами? Даже когда раз в месяц вышла недостача, я рекомендую меры безопасности всегда соблюдать. Как минимум, это, конечно же, проверка камер, это контрольные вложения, это контрольные закупки, это тайные покупатели. И зачастую наши владельцы магазинов знают все эти инструменты. Но им лень или не успевают? Не успевают, конечно, по большей мере не успевают, потому что с головой они в каких-то других задачах. И вот как раз-таки задача моей компании сделать это за владельцем магазина. Что делать с кассовыми разрывами? Давайте разберемся вообще, как они возникают. Кассовый разрыв – это когда ты залез в кассу для того, чтобы купить новый товар. Да, но ты не проанализировал, куда ты делал старый. Кассовый разрыв – это неправильное управление деньгами. И если мы говорим про вообще историю возникновения кассового разрыва, то это бывает иногда, когда действительно деньги уходят либо на товар, ну спасение ситуации будем так говорить. Ну человек, скажем, не для того, чтобы там пойти на той, да, или там себе купить сумку, а человек вытащил деньги, потому что ему нужно купить новые там. Вот в нашем случае мы берем с оборота деньги, чтобы купить ткань, например, да, там, фурнитуру. Вот когда вы берете на товар деньги, на производство товара, это вопрос к матрице. А если мы берем, например, деньги на маркетинг, то это вопрос к маркетинговому календарю. И есть P&L – отчет о прибыли и убытках, которые предприниматели привыкли считать уже по факту, когда месяц закончился. А я рекомендую P&L делать наперед, а потом уже факт подставлять и сравнивать. То есть приходит год новый, кстати, скоро 24-й год, все поставили планы продаж, мне вот интересно. Нужно выстроить план продаж на целый год вперед, и владелец магазина должен каждый год не только подводить итоги, но и делать стратегическую сессию на следующий год. Сколько я в следующем году хочу заработать? Обычно люди подводят итоги. Да, а дальше заранее подвести итоги важно, важно понять, где мы ошиблись, где мы сделали. То есть если ты хочешь условно зарабатывать в месяц 100 миллионов тенге на своем магазине, ты должен заранее продумать, в январе ты это точно не заработаешь, потому что январь такой дискаунт, месяц. А вот с февраля уже можно? Не всегда. Не всегда? Январь не такой плохой, как мы все думаем, ребята, на самом деле. Я на практике знаю, что январь не очень. В январе, до 10 января, в Меге паломничество. Вся страна идет в Мегу. Вся страна идет в торговые центры, потому что сейл, сейл начинается. Но при этом, если у вас правильный мерчендайзинг, если у вас классная команда, то помимо сейла покупатель уже может купить что-то по полной стоимости. То есть я купила, вот психологически я себя удовлетворила. Вот надо было со скидкой урвать что-то, я это купила. Но при этом я увидела какой-то классный кардиган, он базовый. Если мне раскроют характеристики и преимущества и выгоды этой покупки, то почему бы нет? То есть человек принимает решение, когда ему рассказали о продукте, раскрыли его, да? Человек покупает не продукт, а ту пользу, которую он от нее получит. То есть, например, на вас есть красный кардиган. Да, это, кстати, Made in Kazakhstan, Нагима Кайдарова. Шикарный, он очень носибельный, яркий, лаконичный в то же время и патриотичный. И если я своему покупателю расскажу о том, что этот кардиган, кстати, наверняка не дешевый. То есть он не стоит как синтетика какая-то. Но он не стоит 20 тысяч, я не знаю, сколько он стоит, мне его подарили. Ну, наверное, там 60-70, я думаю. Но чтобы продать такой кардиган, нужно рассказать, что этот кардиган, во-первых, это ручная работа. Во-вторых, он эксклюзивный, их было сшито не более... Нет, во-первых, я, конечно, всегда беру качественные вещи. Я за Made in Kazakhstan, но если это, скажем, некачественная вещь за 10 тысяч тенге, я ее не куплю. Потому что одноразовые вещи у меня, мне не нужны. Тем более. Да, мне нужны качественные вещи. И вот если взять, например, такой же кардиган Gucci, например, да, он будет стоить... Полтора миллиона. Да. Это шерсть, например, да, стопроцентная шерсть. Иногда, может быть, состав одинаковый. Да. Но ты просто переплатишь за бренд. А здесь ты платишь за то, чтобы выглядеть не так, как все. Ну, я покупаю много одежды и в своем шоуруме, и в других магазинах. Потому что у меня очень много видеоконтента. Я не могу себе позволить там быть в одной и той же одежде, да. И я понимаю, что люди, которые приходят ко мне в магазин, я не могу все время давать им одно и то же, да. То есть я понимаю, что им нужен все время разный контент, да, им нужна разная одежда. И как вы сказали, то есть это одежда, которая принесет им пользу, да. То есть они ходят на госслужбу. Возможно, этот деловой костюм поможет им там, я не знаю, в продвижении карьерной лестницы. Заключить сделку какую-нибудь. Заключить сделку, да, потому что хочешь ты этого или нет, но ты все равно по одежке встречаешь. Но вот тут вот не надо гнаться за постоянным обновлением ассортимента. Мерчендайзинг. Вот вы замечали, когда приходишь в торговый центр, хлеб уходит куда-то постоянно. Вот он в одном месте, потом он вдруг переехал и стал теперь... Это ротация, это тоже мерчендайзинг для того, чтобы человек проходил по всему магазину. Я же говорю, мы жертвы маркетинга и мерчендайзинг. Мы все жертвы маркетинга. В магазине то же самое. Вот сегодня у меня на зоне А будет висеть, к примеру, красно-коричневая капсула. Она повисела недельку. Теперь пришел, поколдовал мерчендайзер. И на следующей неделе у меня будет висеть бежевая какая-нибудь шоколадная капсула. Приходит покупатель. Он до этого не замечал эту капсулу. Он такой, вау, у вас что, новое поступление? То есть это так и работает. Мы каждый раз должны показывать покупателю, что у нас есть. Через зону А, то есть входная группа. Самое главное. Да, потому что люди, клиенты, они же не будут там поиски вести. Конечно. Раскопки. Никто не будет рыться у вас в ваших вешалках. Это нормально. Поэтому мерчендайзинг, вот эта вот постоянная системная ротация, дает хорошую оборачиваемость товара. Славнат, насколько опасно менять локацию бизнеса? Это фатальная ошибка бывает иногда для многих бизнесов, потому что вы знаете, что покупатель привыкает ходить по одной и той же дорожке, да? А потом менять вот этот путь покупателя, это очень сложно. Поэтому у меня же, я стою в торговом центре форум. Наш шоурум, коллаб, это 1100 квадратов оффлайн-маркетплейса для казахстанских дизайнеров. Мы три года стоим в торговом центре форума. В этом году мой контракт закончился, и у меня был этап пролонгации. Я точно понимала, что я не имею права менять локацию. Я три года вкладывала в эту локацию. А аренду вам, скорее всего, подняли, да? Подняли сильно. Подняли сильно. У меня шли три месяца боя делового, да, в деловом смысле. Переговоров, это написание писем, это порой смелые заявления, это переговоры, это целые дебаты с торговым центром для того, чтобы отстоять, во-первых, свою локацию, во-вторых, адекватную коммерцию. Потому что для торгового центра мы просто магазин. Но я не могу отдать это место. Я три года в это место вкладывала деньги. Но многие ведь уходят и меняют локацию. И многие ошибочно полагают, что у тебя есть там прокачанный инстаграм, и они уйдут за тобой. Это так не работает. И очень часто я вижу даже очень популярные магазины, которые, помните, вот в карантин было модно открывать стритовые магазины, отдельно стоящие, потому что там не было ограничений, да? И эти магазины многие позакрывались, потому что все-таки покупателю привычнее пойти в торговый центр, чем специально ради какого-то магазина ехать, например, как вы сегодня сказали, улудала 38 и искать ваш магазин. Мне нравится, что в торговых центрах сейчас все больше и больше, да, казахстанских дизайнеров. Хэйбэйби – это же тоже мейден Казахстан. Да, это замечательный бренд. Я с ними, кстати, не работала, но наблюдаю, потому что моя задача – мониторить весь рынок ритейла. И тут основательницы, две прекрасные девушки, которые постарались что сделать? Дать своей потребительнице высококачественный продукт, стильный, в таком классическом кэжоу. Я горжусь тем, что это мейден Казахстан. Я всегда поддерживаю. И все больше и больше в торговых центрах появляется наших брендов. Это очень круто, что у нас растет вообще уровень ритейла, развития ритейла, предпринимательства. И если говорить, сравнивать с центрально-азиатскими странами, я всегда горжусь Казахстаном, потому что мы на самом деле на голову выше многих наших соседей. В чем? В том, что у нас, как бы мы этого не, ну, как бы мы не отнекивались, да, казахи очень горделивы в хорошем смысле, да, чистолюбивые в хорошем смысле. И если что-то делаем мы, то мы делаем это от души на очень высоком качественном уровне. Еще, мне кажется, казахи очень быстро учатся, да. Вот смотрите, шопоголик – это казахстанский бренд, казахстанский магазин. Вот раньше мы к таким витринам подходили, и нам казалось, что это только итальянцы такое могут сделать, да? Кино. А сейчас это мыльный Казахстан. Да, и это же круто. Ну, это вот ваша все идея, да? Или это уже было до вас? Вообще, вот этот магазин владельцы открывала до нас, она приглашала специально команду дизайнеров, то есть вообще разработка концепции магазина – это отдельная большая история, потому что сюда вкладываются всегда сумасшедшие деньги. Ну, вот в интерьере что важно самое главное? Конечно же, вообще концепция, правильный свет, правильное оборудование, и вообще все должно быть органично. То есть есть… И запах должен обязательно быть, да? Обязательно, арома, маркетинг. Чувствуете запах? Ммм, запах, знаете, свежести. А я люблю, вот у меня в магазине всегда, и в офисе, везде, в студии, у меня ваниль. Я обожаю сама ваниль. Ну, вы сама как ваниль. А вот здесь такой запах свежести, да? Да. Еще кофе, говорят, хорошо продает. Кофе продает хорошо, особенно мужские товары. И вот если мы зайдем мониторить магазины, которые используют арома маркетинг, то, как правило, кофе, древесина… На какой процент увеличивают продажи? Я думаю, что исследования же показывают разное. Я думаю, как минимум, это такой индикатор для твоего покупателя, что твой магазин определенного уровня. А по поводу того, на сколько процентов, зависит еще от того, какой аромат вы выбрали. Какие условия нужно создать для клиента, чтобы он постоянно хотел приходить к тебе? Надо начинать с атмосферы, здоровой атмосферы. Вайб такой, да? Вайб такой, да. Существует невидимая атмосфера в магазине. Иногда напряжение. И когда есть это напряжение, владелец бизнеса должен первым это почувствовать и сразу искоренить. Потому что вот у меня бывают часто именитые гости. Вот на той неделе была она зима, приходила. До этого Махжан Тлеуханов, до этого Олегжан. В общем, очень много ребят. И почти все подмечают, говорит, Салфанат, у вас очень классная атмосфера. И для меня это лучшая похвала. Вот другого мне не надо. То есть значит мы правильно поддержим атмосферу. А атмосфера – это энергия. А энергия – это люди. То есть сначала человек заходит в атмосферу. Конечно. То есть он чувствует этот вайб. И только потом он ищет одежду. Конечно. То есть первое, что он видит, это вот мерчендайзинг, первая зона, витрина. Витрина может отпугнуть, а может наоборот притянуть. Вот поэтому важно, да, работать с витриной. Я часто делаю обзоры магазинов у себя в Инстаграм. И только казахстанские магазины всегда ругаются. Говорят, не снимайте нас. Не снимайте нас, пожалуйста. Вы кто? И ни разу в жизни мне ни один мировой бренд или там люксовый бренд не сказал. Не снимайте. Нам говорят всегда welcome, пожалуйста. Может помочь? Давайте мы вам подскажем, новую коллекцию покажем. Я говорю, ребята, спасибо, мы сами где-то действительно помогают, ну вот именно персонал. А с казахстанским ритейлом немного сложно, у нас прям люди боятся. Так вот, первое, что мы видим, это оформление витрины. Далее мы чувствуем атмосферу. Потом мы уже взаимодействуем с персоналом. А еще потом еще есть детали, такие как грязные примерочные, не дай бог. И даже вот в таких сетевых компаниях, где целая команда бэк-офиса обеспечивает бесперебойную работу розницы, бывает, что профукивает этот момент. А вот этот вопрос решает как раз-таки чек-лист магазина. Помните, в туалете есть такой чек-лист, где уборщицы постоянно ставят галочки. В детстве я не понимала, зачем это. А сейчас я понимаю, что без этого я не знаю, что было бы в наших сануслах, в общественных местах. Вот то же самое должен делать директор магазина. Пришел, проведи чек-лист, свет включен. Лапочки все горят. Да, влажная уборка сделана, персонал пришел, планерку провели, все с бэджиками, все счастливы. Если кто-то больной, несчастлив, отправьте его домой. Не надо такого человека держать на работе. Я думаю, если кто-то больной, несчастлив, увольте. Пусть немножко. Если совсем несчастлив, хронически несчастлив, то, к сожалению, другого вердикта нет. Надо увольнять. Короче, в хоспиталите, в сервисе должен работать счастливый человек. По-другому не может быть. Солнат, последний вопрос. Сколько стоят ваши услуги? У нас есть разного рода услуги. У нас есть обучение, направление обучения есть, направление консалтинга. Если мы говорим про консалтинг, то это полтора миллиона в месяц. Где-то один проект длится два-три месяца, в зависимости от задач. Бывают люди годами с нами работают, потому что достигая новые цели, появляются, старые цели, вернее, появляются новые цели. Мы вот хотели три магазина, а теперь мы хотим шесть, а теперь хотим франшизу. И получается, мы пролонгируем и каждый раз идем куда-то дальше. И есть направление обучения, и в ближайшее время я проведу живые мастер-майнды в Астане и в Алма-Ате, которые будут стоить символических 10 тысяч 4 часа бесперебойного контента. Я никогда, кстати, не жалею информацию, потому что я убеждена, что обмен с превышением это лучшее, что может быть вообще в жизни. Вот, я проведу оффлайн-обучение для алматинцев и астанинцев. Я думаю, что и Караганда очень легко приезжает в Алмату, в Астану и в Алмату сейчас очень модно стало ездить. И можно сделать такой аудит, да, вообще своего бизнеса. Конечно. Что ты делаешь правильно, что ты делаешь неправильно. Да, и вот на мастер-майнде я как раз-таки хочу дать конкретную схему увеличения продаж через правильное управление своим бизнесом. Он будет стоить 10 тысяч. Вот такой вот мастер-майн бесплатный оффлайн. 10 тысяч тенге, в общем, отказываемся от трех чашек кофе. Всего лишь. Всего лишь, да. И получаем ценную информацию. Потому что, мне кажется, когда у тебя есть бизнес, и ты хочешь расти, ты хочешь масштабироваться, расширяться, больше зарабатывать, да. На самом деле, даже маленький магазин может приносить большие деньги, больше даже, чем ресторан, да. Если ты там все правильно сделаешь. Солдан, спасибо вам большое. Спасибо вам, Жара. За очень полезный, ценный контент. Я сегодня очень много для себя взяла. И вот, знаете, особенно мне понравилось, что продажи делают даже витрины, да, то есть манекены. И, как вы сказали, манекены с тобой разговаривают? Витрина и мерчендайзинг разговаривают за вас с вашим покупателем. Вот это очень круто, потому что мы все время акцент делаем на став, а вот начинать нужно, оказывается, с витрины и с мерчендайзинга, друзья мои. Спасибо.